Дорогие коллеги, позвольте мне открыть второй симпозиум Центра Хормон для современных исследований совместно с Высшей Школой Академии и Институтом США и Канады в России Благодарим вас всех за присутствие и участие Симпозиум посвящен положению в Сирии, борьбе в Сирии и за Сирию Как вы знаете, положение в Сирии в настоящее время является катастрофическим и трагическим Количество погибших и разрушений, и перемещенных лиц, и потерь огромны Сирия в настоящее время является полем борьбы между региональными и международными силами за счет сирийского народа Здесь на этом симпозиуме у нас вместе будут обсуждать эту тему эксперты сирийцы, арабы и русские И надеемся, что мы сможем дать объективные и реальные предложения путей, как выйти из этого трагического положения, в котором живет наш сирийский народ Мы надеемся сфокусироваться на нахождении политического решения, которое осуществляет интересы сирийского народа и российского народа Россия участвует в таком решении, и это решение является единственным возможным решением в Сирии Мы, конечно, обсудим различные возможные сценарии и постараемся выяснить, которые из них наиболее реальны и объективны Вначале предоставляем слово профессору Алексею Васильеву, директору Института Африки Академии наук, который вначале скажет свое слово Благодарю вас. Мне говорить по-русски или по-английски? Как вы предпочитаете? Лучше по-русски По-русски? Хорошо Да, хорошо Дамы и господа, это большая честь для меня и удовольствие выступать здесь, где собираются специалисты, озабоченные судьбой и страны, и региона Ну, для тех, кто лично меня не знает, я чуть-чуть уточню Наш институт Африки, обычно люди полагают, что это Африка южнее Сахары Мы занимаемся и арабским миром, и Африкой А я лично все-таки концентрируюсь на проблемах Ближнего и Среднего Востока Могу сообщить, что у меня четверть века назад была книга «Российская политика на Ближнем Востоке» И сейчас обновленный вариант в качестве рекламы выходит на трех языках, на русском, английском и арабском Называется «Россия, российская политика на Ближнем и Среднем Востоке от Ленина до Путина» То есть покрывает сто лет Но это маленькая реклама, приношу извинения Если мы говорим о Сирии, нужно спокойно говорить об интересах России на Ближнем и Среднем Востоке В чем Россия заинтересована? Россия заинтересована в стабильности региона В предсказуемости событий В безопасности морских, воздушных, трубопроводных и других коммуникаций И в экономическом, культурном и другом сотрудничестве со странами этого региона Независимо от того, какой режим существует в этих странах Учитывая экономическую относительную слабость России По отношению к другим акторам на Ближнем Востоке Надо учитывать, что Россия в принципе в регионе не может играть первую скрипку в оркестре Тем более Россия не может быть дирижером событий Но Россия в качестве одного из центров полицентричного мира Участвует в мировых событиях В том числе в таком важном регионе, как Ближний Восток И в частности Сирия Причины событий, которые были на Ближнем Востоке Есть в России очень распространена теория заговора Которая утверждает, что якобы все события были срежиссированными из Вашингтона С тем, чтобы посеять ситуацию хаоса в этом регионе Я отношусь к противникам этой теории Я считаю, что события были результатом внутренней эволюции этих стран Которые привели к существенному кризису Но одновременно те формы, которые приняла арабская весна Ставшие арабской зимой Были вызваны ошибочной, иногда просто глупой политикой Запада За которую расплачиваются сейчас арабские страны Я имею в виду как вторжение в Афганистан Так вторжение в Ирак, которое в косвенном виде не только разрушило страну Но и произвело на свет ИГИЛ и частично Ан-Нусру И было толчком к событиям, которые произошли в Сирии В этом регионе была возможна эволюция прежних авторитарных режимов В сторону демократии, что приветствовала бы Россия Но события развивались по-другому Теперь нужно называть вещи своими именами Почему Россия вмешалась в Сирии Ответ четкий и поставлен ребром Что было бы в Сирии без участия российских вооруженных сил По моему убеждению, это означало бы Что черный флаг ИГИЛ появился бы над дворцом президента в Дамаске А следующими были бы Ливан и Иордания А дальше Саудовская Аравия И в другой форме Израиль Вот этого о Сирии повторился бы ливийский вариант Когда страна перестала существовать Ливии сейчас нет Есть три куска, каждый разделенный еще на несколько десятков кусков Однако, к сожалению, вооруженная оппозиция Раньше мечтала и мечтает до сих пор Чтобы ее путь к власти был пробомблен силами Запада Запад не хочет сам вмешиваться в эти дела своими силами Потому что результат в Ливии Это те, о которых с восторгом раньше писали, как о демократах Оказались те, которые потом убили того же американского посла Две-три фразы о выходе Борьба с экстремистами и террористами типа ИГИЛ и Анусра Должна быть доведена до конца Сирийское правительство и здоровая часть оппозиции Как ее называют в России, на Западе называют умеренной оппозиции Должны договориться Я приведу вам часть интервью Которое я публикую в своей книге Которое я брал у господина Богданова Заместителя министра иностранных дел И он рассказал об эпизоде, который был год с чем-то назад Тогда представитель Катара, тогдашний министр иностранных дел Он сейчас министр обороны Сказал, что, мол, 80% сирийцев готовы пожертвовать своей жизнью И умереть, лишь бы убрать Башара Асада Ему возразил иранский министр иностранных дел И сказал, слушайте, зачем умирать 80% Давайте организуем выборы И пусть сирийский народ сам решит Если он уберет Башара Асада, значит его не будет Эту позицию поддержал представитель ООН до Мистура В принципе, эта позиция примерно соответствует российской позиции То есть прекращение военных действий При их продолжении против экстремистов Договоренность о модальностях составления Конституции Принятие Конституции и выборы Кто победит на выборах, тот будет управлять страной Трудно это? Очень трудно Являюсь ли я оптимистом? Я не являюсь оптимистом Я полагаю, что вопрос еще не решен Но то, что такая страна, как Турция Смогла участвовать в урегулировании вместе с Ираном и Россией Это позитивный показатель Это движение в нужном направлении Задача была бы, конечно, привлечь такую влиятельную страну Как Саудовская Аравия И это, конечно, не исключает постоянного сотрудничества Возможного сотрудничества с Соединенными Штатами и ООН Женева должна остаться вот этим местом, где решаются проблемы Ну, разрешите мне на этом закончить мое краткое выступление Я надеюсь, что мы все здесь присутствуем и выступаем по принципам чатам хауса То есть мы говорим откровенно друг с другом И с тем, чтобы потом уже не цитировать каждого из нас А можно цитировать, что вот были такие высказывания Благодарю за внимание Спасибо, господин Васильев Сейчас слово представляем Александру Шумилину Директору Центра Анализа конфликтов на Ближнем Востоке При Институте США и Канаде При Академии Российской Академии Наук Пожалуйста, Александр Спасибо Для меня это тоже большая честь и большое удовольствие Присутствовать на этом мероприятии Которое я считаю весьма значимым Прежде всего с той точки зрения Что здесь собрались люди серьезно мыслящие Не склонные к пропаганде По крайней мере в недопустимых формах Как это происходит на других площадках И есть возможность обсудить вопросы по существу Я бы даже сказал Это вас удивит Ибо в этом есть некоторое преувеличение Но не очень большое Что подобного рода встречи Как конкретно эта встреча Пожалуй По степени серьезности сравнима Разве что с Астаной Именно так То есть там где встречаются Близкие и противоречащие друг другу точки зрения Но в разумных пределах И люди нацелены на поиск решения То есть такая Астана Два или три Там нет уже пять Наверное На экспертном уровне И конечно было бы хорошо Чтобы мы это имели в виду И так бы и продолжали Ибо так вкратце замечу Что приходилось принимать участие В некоторых других мероприятиях Подобного рода диалогах И с американцами Вот с Николаем Кожиным мы присутствовали И у меня лично Возможно в отличие от него Это сам скажет Очень печальное впечатление Очень грустное Ибо даже американские Определенные круги Не будем обобщать Но именно те Кто пытаются что-то такое Обсудить с россиянами Делают ставку на Исключительно пропагандистские Слои российского экспертного сообщества И доходило до того На одной из последних встреч Что обсуждали Как по инициативе российской стороны Как Америка создала ИГИЛ Вот вместо того Чтобы всерьез обсуждать Какие-то серьезные вопросы Да я не преувеличиваю Нет, я не преувеличиваю Да Вот Так что я подчеркиваю Значимость и серьезность нашей встречи И это принципиально важно Алексей Михайлович Замечательный наш востоковед Мы знакомы И уже более Третьего века, наверное Да, Алексей Михайлович Вот Не всегда во всем соглашались Но скажу, что Алексей Михайлович Вот сейчас высказал Несколько позиций И я сделаю акцент На пару из них А именно Что Вот Он отметил Что не является сторонником Той точки зрения Которая преобладает В России в целом Там в эстеблишменте В экспертном сообществе Отчасти Значительной части Относительно того Что Арабская весна была спровоцирована Там Западом Америкой Так вот Сейчас я хотел бы обратиться К нашим сирийским друзьям Поверьте Это утверждение Очень смелое В наших условиях И очень честное Очень правильное Очень здравое И именно поэтому Можно даже Алексею Михайловичу Аплодировать Вот То есть Ну В отличие от Алексея Михайловича Я Так сказать В этом смысле Еще более крутой Вот И Рассматриваю Вещи И события И процессы С разных Точек зрения И Соответствующими Своими Выводами Главный Из них Как раз Состоит в том Что Россия Не должна была Вмешиваться В Сирийский Кризис Военным путем И Мне непонятно Каким образом Если бы Этого не Произошло В сентябре 15-го года Черный флаг ИГИЛ Взрушался бы Над Дамаском Там что Были ИГИЛовцы Вокруг Дамаска Да Что ИГИЛовцы Брали Дамаск Да Грозили Свергнуть Вот По-моему Они были Далеко на востоке А Дамаск Б взяли Несомненно Взяли Повстанцы Разного Типа Как светского Так и отчасти Религиозного Но Это Была бы Победа Народной Революции Вот А отнюдь Не ИГИЛа Это Принципиально Важно И Кстати Сказать Еще один Комплимент Алексею Михайловичу При том Что Вот В России В Москве Доминируют Такие Специфические Стереотипы Мы Присутствовали С ним Участвовали Не так давно В одном Миросовещании Высокого уровня Где Алексей Михайлович Высказал Очередную Смелую идею А именно Что Не надо Пугаться Умеренных Исламистов С ними Надо Взаимодействовать И Даже Если Они Прорываются Где-то К власти То Это Не Катастрофа Катастрофа Я не Привилищу Алексей Михайлович Был Такой Разговор У нас На Совещании Высокого уровня Это Тоже Очень Смело Это Тоже Очень Смело Поэтому Мы Сейчас Можем Обсуждать Разные Вопросы Главные Вопросы И Самый Основной Пожалуй Состоит В том Как Способствовать Тому Чтобы Кровопролитие В Сирии Сходило На Нет И При этом И при этом Налаживался Процесс Национального Диалога Чтобы Народная Революция Не была Растоптана Окончательно Это Невероятная Тоже Смело С моей Стороны Такие Термины Употреблять Народная Революция Это В московской Версии Это Называется Заговор Там Или Американский Или Восстание Террористов Как Угодно Вот Как Сделать Так Чтобы Инициатива По Расширению Зон Деэскалации Начала Работать Но Не в ущерб Стратегическим Целям Здесь Много Вопросов Целям Сторон Как Можно Примирить И Есть Перспектива Урегулирования При Сохранении Асада Это Действительно Большой Вопрос И Все Это Мы Должны Будем Обсудить Мы Сейчас Находимся Весьма Специфической На Весьма Специфической Стадии Развития Сирийского Конфликта Если Еще Недавно Ее И я И другие Определяли Как Ситуация После Алеппо То Теперь Это Базовая Характеристика Да То Теперь Мы Видим Что К этой Ситуации После Алеппо Добавляется Новый Фактор В виде Соединенных Штатов Которых Не Было До Туго Это Тоже Кстати Смелое Утверждение Я Обращаюсь К Сирийским Коллегам Потому Что Считалось В Официальной Пропаганде Что Соединенные Штаты Там Постоянно И Все Мутят Вот При Бараке Обаме Соединенных Штатов Там Практически Не Было А Теперь Они Появились Они Появились И Заявили О Себе Ракетными Ударами Применением Силы Вот И Это Кардинально Меняет Обстановку Кардинально Меняет Ситуацию И Перспективы Сейчас Мы Это Тоже Видим И В Сирии Вокруг Сирии И В регионе И в регионе О чем Довольно Ярко Свидетельствовал Визит Дональда Трампа Когда Арабские Монархи Еще Недавно Заглядавшись На Москву Вдруг Резко Развернулись И Теперь Стоят Очереди Вашингтону С предложением Разного Рода Сделок И На Крупные Крупные Суммы Все Это Имеет Отношение К Сирийскому Конфликту Несомненно Ситуация С Ираном Интересно Конечно В какой Степени Иран Который До Алеппо Был Партнером В рамках Брака По Расчету Это Термин По-моему Введен Николаем Я его Поддерживаю И распространяю Кстати На разных Площадках На разных Площадках Вот Он очень Удачный Очень Точный Вот И В какой Степени Этот Самый Партнер По браку По Расчету Остается И точнее Мы Остаемся Россия С ним В Этих Брачных Узах Ибо В моем Представлении Вот Именно После Алеппо Иран Начинает Становиться Серьезной Проблемой Для России И Одна Из причин Та Что Он Не Желает Активно Идти В политический Процесс Он там Находится Но Для того Чтобы его Затормозить На мой Взгляд А не для того Чтобы его Продвинуть Вперед Для того Чтобы Присутствовать Чтобы Наблюдать Ибо Для Ирана Важно Сохранить Статус Кво Все Завоевания А политический Процесс Означает Компромисс В какой Степени Иран Сейчас Надежный Партнер И парадокс Вроде как Еще Недавний Противник Турции Становится Для России Важнейшей Ну Назовем так Важнейшим Каналом Коммуникации Западом С мировым Сообществом И в какой То степени Палочкой Выручалочкой Это самая Турция Которую Чернили Еще Может быть Полгода Назад Но уж Год назад Однозначно И понятно Почему Из-за Инцидента С самолетом Вот Какие Парадоксы Для сторонних Игроков В Сирии И мы Их Обсудим Детально И будет Интересно Нам конечно Прийти К определенным Выводам Заключениям А уж Послушает их Кто-нибудь Или нет Это другой вопрос Спасибо Спасибо Александр Сейчас Разрешите Слово Представить Андрею Каратаеву Директору Центра Мониторинга Рисков Социальной Политической Нестабильности При Высшей Школе Экономики Пожалуйста Ассаляму Алейкум Мне очень приятно Поприветствовать От вас От имени Высшей Школы Экономики Ну мы То есть Насколько Понимаю Уже Очень сильно Вышли Из графика Тут В общем Были Заявлены В начале Именно Приветствия Поэтому Ну Мы сейчас Услышали Два Полноценных Очень Интересных Доклада Академика Васильева И профессора Шумилина Ну Я все-таки Нажно Доклад Делать не буду Ограничусь Как и было Заявлено Приветствием Ну Действительно Я очень рад Всех здесь Приветствовать От лица Высшей Школы Экономики Одного Из организаторов Этого Симпозиума Я вот Согласен Со всеми Предыдущими Выступающими Что Это Очень важная Площадка Действительно По-своему Уникальная Где Представлен Очень широкий Круг Экспертов Как Российских Так и Сирийских Представляющих Очень Разные Точки Зрения Ну Я согласен С выступающими Что Действительно Это Очень Важная Такая Составляющая Текущих Процессов И хотя Насколько Я понимаю Оптимистов Здесь Практически Нет Но Все-таки Есть Надежда Что Такого Рода Встречи Как-то Могут Продвинуть К Нас К Лучшему Пониманию Позиции Друг друга К Поиску Каких-то Компромиссов И Будем Надеяться Что И Этот Симпозиум Внесет Свой Вклад Все-таки Хотя Конечно В любом Случа Достаточно Скромный В Сирийское Регулирование В То Что В этой Стране Когда-нибудь Наконец Наступил Мир Очень Большое Спасибо Спасибо Господин Андрей Сейчас Последнее Слово Представляется Господину Самиру Сейфан Исполнительному Директору Центра Хармон Для Современных Исследований И Главный Центр Главный Организатор Этого Мероприятия Совместно С Вышей Школой Экономики И Института Канады И Америки Пожалуйста Смир Доброе утро Еще раз Бессловно Нам очень приятно Находиться Здесь В Москве Во второй раз Для того Чтобы Обсудить Этот Щепетильный Вопрос Вопрос Конфликтов Сирии И Вокруг Сирии Который Уже Превратился В Катастрофу Современности Я Не буду Долго Задерживать Ваше Драгоценное Время Но я Хотел Бы Подтвердить Еще раз Здесь Как и В предыдущий Раз Мы не Представляем Оппозицию Как таково Это Непрямой Политический Диалог Это Честная Академическая Встреча Для того Чтобы Обсудить Этот Щепетильный Политический Вопрос Я Хотел Бы Несколько Моментов Отметить Мы Сирийцы Прекрасно Понимаем Свою Сторону Знаем Свою Сторону В нашей Стороне Накоплено Большое Количество Проблем На протяжении Несколько Десятилетий Поэтому Изменение Это Является Историческим Циклом Необходимым И люди Вышли На улицы На площадей Чтобы Именно Потребовать Изменения Это Не был Американский Заговор И не Другой Заговор Да Потом Вмешательство Уже Происходило И Турецкое Вмешательство И Саудовское Вмешательство И Американское Вмешательство А также Алкайда Тоже Вмешивалось В эту Ситуацию Однако Мы Прекрасно Подтверждаем Поскольку Мы очень близко Наблюдаем За эту Ситуацию Что Именно Вмешательство Происходило Только Из-за Того Что Кризис Затянулся Если Можно Было Разрешить Конфликты В самом Начале Развитие Событий Шло По И По И Путин И Даже В целом Регионе Мы Думали Также Что Россия Могла Бы Кардинально Играться Совсем Другую Роль В Своих Интересах Абсолютно Еще С 2011 Года Мы Считаем Думаю Что Основной Мотив Здесь Заключается В том Что Сирия И Конфликты В Сирии Использовался Как Козыр В руках России В своей борьбе И В своей противостоянии Запад С Западом Но В результате Именно Сирийский Народ Заплатил Цину За это Многими Жертвами Кровью Но Однако Мы Думаем Что Россия Еще Может Особенно Что Она Сейчас Вовлечена Очень Сильно В этот Конфликт Мы Думаем Что Россия Может Сыграть Иную Роль Сейчас Я Хотел В завершение Подтвердить Что Нормализовать Ситуацию В Сирии До 2011 Года Это Мечта Ирана Потому Что У Ирана Есть Еще Другие Плани Однако Я думаю Что Это Не Произойдет Невозможно Чтобы Это Происходило Мы Как Будем Действовать Будем Продолжать Именно В таком Духе Чтобы Сирия Была Разделена И Каждый Взял Свой Кусок Пирога Как Говорится Или Мы В том числе Россия Или Мы Сможем Действовать Еще По Другому Думаем Что Россия Тоже Может Действовать Действовать По Другому Думаю Это Очень Важные Вопросы Я Надеюсь Что Мы Сможем Как И Мои Предыдущие Ораторы Сможем Дискутировать Вместе С вами Полезную Дискуссию Вести Чтобы Предлагать Полезные Идеи И Предложения Чтобы Мы Могли Как Б Тоже Внести Свою Лепту Как Российские Сирийские Арабские Специалисты В Сформулировании Некоторых Идеи Которые Могут Быть В дальнейшем Через Несколько Месяцев Полезнее Для Этого Регулирования Спасибо Большое Спасибо 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 Спасибо